Родина современного бокса Англия. Основателем и первым чемпионом принято считать Джеймса Фига. В 1867 году журналистом Джоном Греханом Чемберсом был разработан первый свод правил по боксу. В них оговаривались размер ринга, вес перчаток, длительность раундов и так далее. Позже правила легли в основу современных правил в боксе. А в 1904 году этот вид спорта был включен в программу Олимпийских игр. О современном боксе и не только мы сегодня поговорим. Здравствуйте! В эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии президент Одинцовской федерации бокса Григорий Владимирович Агабекян, его заместитель Алексей Алексеевич Степанов и юрист-менеджер Олег Игоревич Лошаков. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Я думаю, что справедливо нашу программу сегодня начать с биографии чемпиона. Григорий Владимирович, расскажите, как пришли в бокс, почему именно этот вид спорта выбрали? Я начал заниматься боксом в 9 лет в Армении. Достиг больших успехов в детской и юношеской школе. Потом в 13 лет я стал победителем международного турнира в Тегеране, в Виране. И регулярно участвовал на чемпионатах Армении, в международных турнирах и постоянно занимал первые места. У нас тренера всегда говорили, если ты занимаешь второе место, значит, уже не стоит заниматься, ты проиграл все уйти. Ты говоришь, второе место – это хуже, чем третье почему-то. Поэтому задача была только занять первое место. У меня это все хорошо получилось. Потом в 16 лет я получил кандидата в мастера спорта, а в 21 уже мастера спорта по боксу. Потом в 18 лет я был призван в армию в соответствии с законодательством страны. И был отобран элитный отряд спецназской ГБ Армении, где мы защищали первого лица президента. По аналогии с российской структурой – это федеральная служба охраны. И уже через 14 месяцев службы я получил красный берет. А это значит превосходную физическую подготовку и мастерство. Далее я в армии отвечал за боевую подготовку солдат и сержантов. После окончания службы я вернулся и продолжал заниматься, подготовиваться к чемпионату мира, который должно было проходить в 2007 году в Сан-Диего, в Америке. Я участвовал на этом чемпионате и занял второе место. В 2007 году после чемпионата я приехал в Россию и начал заниматься в спортивном обществе «Динамо». Три года мы плотно занимались, регулярно участвовали на соревнованиях, на чемпионатах. Провел 19 боев, во всех одержал победу. И в 2008 году я уже открыл собственную школу бокса в Барвихе. Поселок в Барвихе, где-то в Одинцовском городском округе. Мы неоднократно снимали турниры, которые проходят в Барвихе, которые вы проводили. И думаю, что будем снимать. Да, спасибо. И не только в Барвихе, потом уже в городе Одинцово, в Одинцовском округе к нам приехали очень многие ребята. И в дальнейшем все это в ходе естественного процесса преобразовалось в федератию бокса Одинцовского городского округа. Были созданы федератию бокса Одинцовского городского округа, которую я и единогласному решению возглавил. В данный момент федератию занимается более 300 воспитанников. Они регулярно участвуют на соревнованиях, выиграют призовые места. Да, у нас есть и чемпионы, и как бы разные ребята разного уровня подготовки. А кто больше боксом интересуется, девочки или мальчики? Кого больше? Не, ну мальчики, конечно, больше интересуются. Ну, к нам ходят, занимаются и девушки. То есть, можно девушек брать на тренировку, я думаю, тоже полезно. Для всех желателей, кто хочет заниматься. Можно чисто для себя заниматься боксом, но можно заниматься и прям хорошо вкладываться и стать чемпионом. Но это очень тяжело делать, потому что бокс – это такой вид спорта, что не сравнишь с другими видами. То есть, там очень серьезно требуется вклад. Но бокс – это же ведь не только физическая подготовка, правильно? Это же ведь еще и воспитание наверняка характера. Вот, может быть, что лично вам дал бокс, и что он дает тем, кто боксом занимается? Я думаю, характер, надо, чтобы имел характер человек, потому что просто так чемпионом не становишься. У меня был характер, я всегда был, ну, агрессивно настроен на ринге и всегда хотел победить. У меня не было такого, что второй месяц, третий месяц занять. Если ты занимаешься, если ты участвуешься, надо занять только первое место. Если быть, то быть лучше. Да. И для этого придется очень много тренироваться. Два-три раза в день мы тренировались, и поэтому получил такой результат. Сейчас также могу сказать, что Одинцовская федерация работает. То есть, мы уже не тренируемся, мы просто работаем, развиваем спорт. У нас команда сильная, я думаю, у нас все получается, потому что мы все вместе сплоченно любим работать. В дальнейшем мы планируем объединить всех тренеров из секции клубов в нашу организацию. С телеобмена опытом, взаимопомощью, установление длительных партнерских отношений. Результатом должно явиться улучшение качества тренировочного процесса, доступность выда спорта бокс в округе, увеличение количества спортсменов, чемпионов и разрядников, ну и так далее. А любой ли человек, любой ли ребенок, взрослый может заниматься боксом? Или все-таки здесь имеет значение какие-то природные данные, способности? Я думаю, любой человек может заниматься, чисто для себя можно заниматься. Либо, ну и в процессе уже тренера поймут, у кого хорошо получается, у кого нет. Ну, если даже не стать чемпионом, то можно чисто для себя заниматься, поддерживать физическую форму. Это всегда, как бы, ну и самоуверенность в себе, и хорошее настроение. Вы понимаете, бокс – это такой вид спорта. Я когда тренировался в институте, один опытный боец сравнил это с экстремальными шахматами. То есть, это не только общая физическая подготовка, ни в коем случае это не удары в голову, это не, особенно на ранних стадиях занятий. Это общая… Во-первых, это индивидуальный вид спорта. Вот с этого надо начать. Это сейчас очень ценно. Бокс очень сильно закаляет волю, дух, придает человеку мотивацию. Для ребенка это особенно важно. На этом этапе, в принципе, в юном возрасте складываются и черты характера, и дальнейшие какие-то целеустремления ребенка. Бокс помогает достичь непосредственно мотивационных результатов, понять, насколько крепок характер, насколько важны цели, которые преследуют конкретный спортсмен, расставить для себя приоритеты. Но, опять же, если говорить о том, травматичный или нет травматичный вид спорта. Да, это очень интересный вопрос. Естественно, никто детей не допустит до соревнований. Никакой вменяемый тренер, врач не даст лупить друг друга детям по голове. Это все происходит под контролем. В основном это процесс отработки ударов, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, непосредственно упражнения, развивающие ударную технику, плюс общекомандный дух – это общение детей. Это вовлечение их в спортивные интересы. И, скажем так, ни для кого не секрет, что ребенок на улице, особенно в криминогенной обстановке, это достаточно негожие явления. И мы все прекрасно знаем, во что это перерастает. Поэтому вот этот командный дух переключения интересов ребенка на спорт – это тоже очень важно. Да, в принципе, и взрослых людей тоже. Намного лучше заниматься спортом, чем, скажем, заниматься непонятно чем в подъездах. И это тоже очень важная социальная роль. Вот, кстати говоря, вы сказали о том, что не один вменяемый тренер, а ребенка до соревнований не допустит. Кто может участвовать в соревнованиях? В соревнованиях могут, если мы говорим про соревнования, могут участвовать дети с 12 лет, соответственно, допущенные специальной медицинской комиссией. Сейчас не будем говорить, это тоже неформальный подход. Это соревнования, проводимые обязательно по правилам спорта бокс, под надзором медицинских сотрудников, под надзором тренеров и родителей. То есть это все происходит в совокупности. Есть отдельный вид показательных выступлений. Там, конечно, могут участвовать и дети. Да, там все намного проще. Это больше делается для популяризации такого вида спорта, как бокс. Ну и спорта вообще, по большому счету. Поэтому... С 12 лет, если доктор разрешил, и, наверное, уровень спортивной подготовки соответствует, можно уже и попробовать свои силы. Совершенно верно. А так на секцию бокса может прийти любой желающий, у кого действительно есть медицинская справка, допуск от врача. Ребенок любого возраста, я еще раз подчеркиваю, естественно, никаких травм ребенку причинено не будет, это точно. Ничем по травматичности не отличается, скажем, от легкой атлетики. Или от любого, наверное, другого, в принципе, вида спорта. От любого, да, вида спорта, контактного. Мы уже с вами договорили о том, что Одинцовская федерация бокса регулярно проводит соревнования. А когда следующий турнир планируется? Следующий турнир у нас планируется 5 сентября, День города. Мы сейчас регулярно проводим каждую субботу тренировки по боксу в парке героя имени России Ларисы Лазутиной. Потом на этом же месте, где проводятся тренировки, будут устанавливаны ринги и проводим турнир для всех желающих. Там по уровню будут, наверное, соперники подбираться друг к другу. Да, да. Я могу сказать, что ранее в Одинцово не проводились такие масштабные зрелища и турниры, как с участием и при организации федерации бокса Одинцовского городского округа. Мы стараемся держать высокий уровень, высокую планку, чтобы было комфортно для участников, для зрителей и для всех, кто приходит к нам. Я могу сказать, что мы, когда поехали, детей возили на турнир, в Москве, были такие неприятные моменты, когда в подвале, в одном маленьком подвале поставили рынки, там 300-400 детей просто запускают, и там они участвуют на этих открытых рынках. Там негде стоять. То есть посмотрели и больше туда не стали ездить. А сейчас мы делали вывод, что так нельзя делать. Если организуем, то значит надо делать так, чтобы все были довольны. И несколько раз в год мы проводим соревнования. Это турниры, посвященные знаменитым людям, спортсменам 23 февраля, 9 мая. Знаковые даты. Да, да, да. Там день города. Это ежегодный турнир у нас в честь Ларисы Лазутины, который проходит перед Новым годом. Праздничный такой турнир. Всем нравится этот турнир. И с 6 по 11 сентября в Одинцово в волейбольном центре будет проходить всероссийский турнир класса А, где все победители получат официальное звание мастера спорта России и денежные брызи. Это в ближайшее время планируется все это проводить. Одинцовский боксер, между прочим, уже вовсю готовится к предстоящим соревнованиям. На одной из открытых тренировок на Лазутинке побывала наша съемочная группа. Внимание на экран. Ну-ка, еще быстрее! Раз, два, раз, два! Отработка ударов и приемов уклонения. На тренировки по боксу в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха собрались профессиональные спортсмены, любители и те, кто только начинает пробовать себя в этом виде спорта. Маленькая Ева пришла вместе с папой, президентом Одинцовской федерации бокса. Она даже ходит, пока не уверена, но уже проявляет интерес к тренировке. У нас каждую субботу проходят бесплатные тренировки для всех жителей. И вот сегодня мы проводим очередную тренировку, а в конце лета мы будем здесь поставить рынки, проводить турнир по боксу для всех желяющих. То есть мы в начале лета начали тренировки, а в конце уже будем давать возможность, чтобы ребята, которые пришли и занимались, вышли еще и на рынок, помирились с силами. И посмотрим как раз, кто как подготовился к этому турниру. Упорные тренировки три раза в неделю, по несколько часов и после каждой Глеб отмечает прогресс. Боксом занимается два года. Спорт дисциплинирует и создает дополнительную мотивацию, отмечает юный боксер. Одинцовская федерация бокса – это не только о тренировках, это в целом как одно сплоченное комьюнити, куда каждый может прийти, найти не только тренировки, найти себе друзей, найти себе союзников в общем деле. И не просто ходить тренироваться, а получать действительно удовольствие и счастье. Держать удар для этих ребят не проблема. На спаррингах они отрабатывают технику и силу. Ну а работа на лапах помогает развить меткость и координацию. Раз, уход два. Я участвовал в нескольких соревнованиях. Это приносит уверенности в жизни и в принципе в окружении. Социализируется человек, выступая на соревнованиях. Так что всем советую присоединиться в наш круг боксеров. В конце лета на Лазутинке установят ринги. Каждый, кто хочет попробовать свои силы в боксе, сможет прийти на открытый турнир. Присоединяйтесь и вы. Мы хотим показать, что бокс – это семейный вид спорта и могут заниматься все не только для достижения каких-то суперрезультатов в спорте, а также для профилактики здоровья. Это была открытая тренировка на Лазутинке для всех желающих. А вообще, как проходят тренировки у боксеров? Это ОФП, это тактика ударов. Сначала бег, разминка. После разминки удары отработаются по воздуху, называется бой с тенью. Потом с партнером отработки, защита. Один наносит, второй защищается, уходит от этих ударов. Передвигаются. Надо поставить правильную стойку, потом научить правильно наносить удары. Потому что, если даже немножко неправильно, уже ребенок не может доносить удары так, как должно быть. После отработки одеваются перчатки, уже идут там спарринги. Наверное, самая любимая часть спортсменов. Там спаррингуется, там также можно отработать. Либо уже дадим полный контакт, либо на пол силу работают одной рукой, другой рукой, и потом уже обоими руками. После уже гроши. Отработка ударов на снаряде. В конце уже после этого ОФП. То есть, когда остается минут 20-25 до конца тренировки, мы уже занимаемся, то есть, качаем пресс, отжимания, турники, брусья и так далее. Разные упражнения полезны для любого занимающегося спортсменов. Насыщенная тренировочная программа. Считается, например, для занятия хоккеем нужно очень много экипировки. Считается, что это затратный спорт. А вот что касается бокса. Олег Игоревич, насколько затратно привести ребенка в бокс или самому начать заниматься боксом? Это не затратно. В части экипировки требуется приобретение шлема и перчаток, как таких наиболее важных элементов. Более опытные спортсмены, которые уже чувствуют влияние каких-то элементов своей экипировки на эффективность на ринге, они уже подбирают себе соответствующую обувь, шорты и так далее. То есть, хотелось бы еще добавить, что каждому ребенку и каждому спортсмену уделяется такое индивидуальное внимание. То есть, даже до спарринга в полную силу допускаются не все спортсмены, а только ребята, которые действительно к этому готовы. И вообще, тренировки детские проходят по специальной программе безопасных тренировок. В принципе, за последние несколько лет не было ни одной травмы, хотя сотни спортсменов как бы за это время прошли. Через клуб многие как бы там уже занимаются там 5-8 лет. Поэтому, да, бокс, я бы даже сказал, наименее травматичный вид спорта с точки зрения занятий тренировок, если правильно поставлен процесс. Вот здесь он поставлен правильно. Судя по результатам, которые имеются. Я уверена, что сейчас нас телезрители послушают, и кто-то захочет присоединиться к Одинцовской Федерации Бокса. Что для этого нужно сделать? Куда обращаться? Как, может быть, готовиться? У нас есть и сайт, и есть телефонный номер. Можно позвонить, записаться, прийти. Есть в Одинцово, в секте Барвихе, в Трехгорке, то есть в разных местах в Одинцовском округе. Могут просто взять перчатки, шорты и приходить в зал. Дальше мы уже с ним будем работать, показать. Я думаю, им всегда понравится. Вот. А как принять участие вот в тех соревнованиях, которые планируются ко дню города? Еще есть такая возможность? Это надо заниматься, подготовиться к этому. То есть, мы сейчас в начале лета начали подготовить. Сначала надо проходить эту подготовку, потом мы посмотрим, если что-то уже он понимает, может делать, и хочет выйти на рынок, мы организуем, подберем подходящего спорн-партнера, и они могут выйти на рынок, чисто помириться с Ильмой. Дадим возможность всех. То есть, многие говорят, что, да я не готов, я там занимаюсь всего лишь полгода или год, но мы подберем такого же, такого же, как бы, партнера. Чтобы все было справедливо. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию, будем ждать с нетерпением соревнований, надеюсь, что мы будем их освещать. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами, занимайтесь спортом и оставайтесь на нашем канале. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok